Всем привет! Сегодня поговорим о спорте. Спортсмены проигрывают, плачут и отказываются делать это снова, потому что больше нет сил терпеть поражение. Но сегодня мы покажем вам самые смешные случаи провала в спорте. Да, это действительно смешно. Если ты готовился к олимпиаде больше года, соблюдал диеты, практически не спал, верил в победу и… ломаешь с собой же первый трамплин на твоей дорожке. Причем скорее всего смешно не только нам, но и бедному парню, которому пришлось это испытать. Если у него достаточно духа, то он просто посмеется. Мы надеемся на это, во всяком случае. Смотрите все случаи и угорайте вместе с нами. Также отправьте друзьям. А у вас были вот такие провалы? Пиши смело в комментарии. Если вы любите юмор и необычные фотографии, а также рубрику «при фотошоп», тогда этот инстаграм для вас. Все ссылки будут где? В описании. Заходи и подписывайся, не будь занудой. Нокаут года. Бой между Акселем Казарисом и Аланом Васкесом завершился двойным нокаутом в первом же раунде. Неслабо у него переносица подвинута была. Победу отдали Васкесу, который первым поднялся на ноги. Победитель был в нокдауне, а не нокауте. На мой скромный дилетантский взгляд. Разочарование года. Бой Макгрегора против Мэйвезера. Они втюхивали нам это как событие века. Но на деле получился пшик. Выигрыши остались только участники боя. Бои без правил – это не игры с перчатками на ринге. Там и забьют по-настоящему, и если будут бить по лицу, то кровища будет плескаться по октагону. Мэйвезер просто избил бы Конора, а если захочет, то и просто покалечит его. А я не думаю, что в планах Конора быть сильно помятым после поединка. Фотосессия года. Такую Элину Светолину мы еще не видели. Вы спросите, кто она такая? А это шестая ракетка мира – украинская теннисистка Элина Светолина, которая приняла участие в откровенной фотосессии для мужского журнала XXL. Просто смотрите фото. Самая нелепая смерть года. Чемпион мира по бодибилдингу сломал шины и позвонки. Пытаясь эффективно выйти на сцену, неудачно сделал сальто. Мать года. Она – Азовская, мать пятерых детей и одновременно их тренер. После поражения одного из своих сыновей она устроила ему настоящую взбучку в прямом эфире. Грубиян и хам. Пилот Хааса – Кевин Магнуса – самый грандиозный гонщик современной Формулы-1. На гран-при Венгрии он выдавил страссы Ника Хюлькенберга, а когда тот после гонки решил саркастически поблагодарить коллегу, Магнусон прямо перед камерами ответил ему – облежимые яйца, дорогуша. Невозмутимость года. Реакция Кимми Райкенена на встречу с Николь Кидман. Обладательница Оскара обратила на себя внимание во время третьей практики. Перед гран-при Австралии она побывала в боксах Феррари и пообщалась с гонщиками Себастьяном Феттелем и Кимми Райкененом. «Очень приятно с вами познакомиться», – сказала Николь в тот момент, когда ей представили Кимми. Лицо самого Кима по традиции не выражало никаких эмоций. Очень злой боец. Нокаутированный боец попытался задышить трефери, перепутав его соперника. Дикие болельщики Болельщика аргентинского Бильграна Эммануэля Бальбо прямо на матче избили и сбросили с трибуны. От полученных травм он скончался в больнице. Позже оказалось, что все это устроил Оскар Гомес, который четыре года назад насмерть сбил брата Эммануэля. Бальбо случайно встретил его на матче, начались разборки и Гомес крикнул, что это фанат вражеского клуба. Поэтому на него и накинулась толпа. На этом все. Если знаете еще какие-нибудь случаи, напишите в комментарии. Давайте наберем хотя бы одну тысячу лайков, ведь вам не сложно, а мне приятно. Не забудь также про подписку на канал. Почему нет?